Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн. Сегодня у нас конференция, которую ждали многие, потому что мы продолжаем разговор об одной из величайших мировых религий, об исламе. Присутствует Хамид Дадаев, который задал вопросы в прошлый раз. К сожалению, ему сейчас не удалось подключить микрофон в зуме, поэтому нас он слышит, но мы от него не сможем обратную связь услышать. Однако я как раз хотел сегодня дать приоритет в задании, так сказать, задавании вопросов женщине-мусульманке. Поэтому все равно в основном вопросы будет задавать Галина. Ну и я хочу вам представить человека, которого вы совершенно вообще никто из вас не знает. Да, я шучу. Зовут ее Ирина Подзорова, наш дорогой уникальный контактер. И Ирин, скажи, пожалуйста, кто сегодня вместе с нами здесь есть и будет отвечать на вопросы по исламу? Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И сегодня с нами присутствует мой куратор Мид Гаскаус, планета Истлер, биолог, психолог, специалист по инопланетным цивилизациям. Также здесь присутствует представитель планеты Тумисоут, которого зовут Абшатарим и который известен в исламской традиции под именем Джабраил и который был в прошлый раз, на прошлой конференции. Я очень настоятельно просила Абшатарима вчера вечером, мы с ним встречались в Астрале, я его вчера вечером настоятельно очень сильно просила пригласить духа Мухаммеда на эту конференцию. Он уверял меня, что это не обязательно и что у него сейчас другие задачи. Я напоминаю, что Мухаммед, то есть его дух, если быть точнее, вышел из воплощения, совсем недавно вышел из воплощения на планете, на плотноматериальной планете в другой галактике. Но тем не менее, желая уступить моей просьбе, все-таки Абшатарим попросил Мухаммеда прийти сегодня, он с нами присутствует. Ну, хочу сразу сказать, что я с ним сейчас немного поговорила, мысленно, ментально я с ним поговорила, я получаю от него образы довольно четкие. Хочу сказать, что между его смертью, так сказать, в седьмом веке нашей эры, да, в восьмом, или другой, да, хорошо, образ, ну, вот в этом вот. То он уже был воплощен два раза. То есть у него было еще два воплощения, и вот сейчас он вышел из второго. Поэтому его ответы про ислам, он, конечно, помнит про эту религию, потому что, как только дух выходит из воплощения, он соединяется со своим высшим Я, и ему становятся доступны все его жизни. Ну, не одновременно становятся доступны, а когда он обратится к той или иной области своей памяти. Это так же, как человеку, например, недоступны все, да, память обо всех днях своей жизни. Он может вспомнить примерно, что делал, но в духовном теле, то есть в духовной сущности, эта память более ясна, чем в теле. Так как она не обусловлена там течением химических реакций, от которой могут быть, конечно, разные скорости и так далее. Поэтому воспоминания о прошлых жизнях у духов довольно ясны, о жизни в материальных мирах. Поэтому Мухаммед, он помнит, отлично говорит, помню жизнь, которую я посвятил контакту с представителями Томисоута, с ангелами. Они и сейчас для меня ангелы, то есть посланники Бога, в каком бы теле они ни приходили. И просто у него мнение, так сказать, о своей деятельности несколько поменялось, мягко говоря, потому что он получил опыт смерти в своем последнем воплощении, насильственной смерти. То есть он был вождем местного племени, которое было, сейчас показывают образы. Эта планета находится на технологическом уровне примерно нашего первого-второго века. Да, там живут люди, вот мне сейчас показывают гуманоидов, они похожи на людей, но у них такая красная кожа, худые такие тела, головы, такие вот короткие шеи, вытянутые головы. Такие они роста маленькие, до 60 сантиметров, такие вот гуманоиды. И он там был вождем местного племени и в довольно молодом возрасте его отравили, его отравил местный поклонник, как религиозного культа. То есть из-за своей религии, из-за того, что ему показалось, что он что-то неправильно сделал в отношении к Богу, он его отравил за каким-то знадобием. Поэтому он вышел из воплощения. И сейчас, вот он говорит, я встречался с кураторами, с ангелами-наставниками, которые ведут меня ни одно воплощение. Они мне показали это, причину всего этого. И в том числе это было из-за последствий той энергии, которую я запустил на земле. Я из-за веры в Бога, вот он сейчас говорит, я выводил людей из воплощения. То есть я убивал детей Бога, того же самого. Да, это было в некоторых случаях вынуждено, то есть мерой защиты. Но я хочу также вам признаться, что не всегда это было мерой защиты. Ну, понимание вот той моей, в понятиях той моей справедливости, которые у меня были тогда, я действовал вполне в рамках божественного закона. Но сейчас я сам прошел через то, что меня лишили воплощения моих, как любимых, жену, вот он там тоже был мужчиной, да, жену лишили мужа, детей, отца. И вот именно из-за того, что один там религиозный жрец посчитал, что я нарушаю божественные устои их религии. Хотя это не так было, но вот он так посчитал. Вот. И я теперь, вот он говорит, вот это все время после воплощения, я теперь, ну, как бы осознаю в большей степени, что там в то мое время, когда я жил на земле, тоже много оставил вдов, да, женщин-вдов и детей-сирот, которым было потом очень сложно. Ну, он, тем не менее, я, говорит, согласился прийти для того, чтобы, во-первых, передать вам, дорогие верующие мусульмане, верующие в единого Бога Аллаха, что я очень рада сейчас. Что я очень рад, не важно, да, что я очень рад такому развитию нашей истинной религии, ее истина заключена в том, что она ведет людей к подлинному пониманию Бога и его действий в мире. И также она направляет энергию людей не только на материальное наслаждение, но и на добрые дела. И это очень ценно в глазах Аллаха, потому что сам Аллах ежесекундно делает для Вселенной добрые дела. Примерно, да. Не прекращает делать, да, ни на секунду, я поняла. Я очень рада, что наша уже с вами, не моя, а наша с вами религия получила такое развитие на земле. И также хотела обратиться к представителям не только мусульман, но и любой динаминации, вообще, да, любой конфессии динаминации и к любому, как землянину, с предостережением, со словами предупреждения, что между справедливостью и любовью всегда нужно стараться выбирать любовь, потому что справедливость часто предполагает искаженный взгляд на окружающий мир. А любовь, взгляд через сердце полной любви, предполагает истинный взгляд. И только от истинности взгляда будет зависеть, как вот последовательность действий, куда они нас приведут. Примерно вот так. Такой вот привет. Мы благодарим тебя, уважаемый пророк Мухаммед, за эту важную информацию, за то, что ты смог прийти к нам и общаться с нами. И я сейчас обращаюсь к Галине. Есть ли желание что-то еще спросить у пророка, или мы уже будем задавать вопросы, которые у тебя были по списку? Ну, я бы, да, я тоже приветствую. Я очень рада, что нашлось время и что нашлось желание с нами поговорить. И, наверное, основной вопрос у меня, что Мухаммед может пожелать для современных мусульман? Какой совет дать? Я могу пожелать для современных мусульман 21 века осознанность, осознание того, что все люди являются ценными, как для Бога. То есть, если каждый это поймет и не будет провоцировать в своем, да, выращивать в своем сердце, не будет духовную гордость. Потому что духовная гордость способна уничтожить все ваши духовные достижения, собранные с помощью как паломничества, милостыни или молитвы? Спасибо. Благодарю. А еще один вопрос можно? На данный момент, получается, кто тогда управляет исламским эгрегором? На данный момент управляет исламским эгрегором. Ну, в основном управляет Абшитарим, но ему помогают несколько духов. Он меня называет, он сейчас показывает ряд, вот он мне сейчас показывает четверых еще. Но я тоже считаюсь управителем, но сейчас я как временно отошел пока вот. мне нужно гармонизироваться, восстановиться. И сейчас вместо меня управляет Исмаил, 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 Исмаил. Я не знаю, кто это. Вот это вот он мне показывает парня с такими как черными уцами. И вот он жил, ну, довольно молодой. Он был каким-то вот ученым на Земле, который изучал примерно XIII век. Да, вот сейчас Абшитарим говорит. Показал мне эту цифру. И еще четверо. Али. Ибрагим. И Абшитарим. И еще один Збурхад. Збурхада – это наполнительный. Леотон. Нет, Леомон. Леотомон. Да, хорошо. Я его не знаю. То есть это являются невоплощенные духи, а вот эти вот Абшитарим и Томисоут – это воплощенные. Но они, как вот он мне сейчас Абшитарим говорит, они как могут меняться. То есть они могут приходить, другие уходить на воплощение или на другие эгрегоры. Они такие как непостоянные. Вообще редко существует эгрегор с постоянными управителями и хранителями. Обычно они меняются в зависимости от цели. Что мне сейчас так сказать? Понятно. Благодарю. А на каком сейчас уровне духовном находится Мухаммад? Сейчас на 22-м. Сейчас на 22-м, да? Да. Понятно. После… Да, Леотон. Почему на 22-м? Ну, потому что у него было довольно все-таки справедливое правление, и он там не сделал ничего такого. Ну, то есть получается так, что вот как у Иисуса, у него есть управление христианским эгрегором, да, и он делает много фантомов для общения с его уже последователями, а у Мухаммада такого нету, да? Иисус Христос воскресенье… Иисус Христос воскресенье… Сейчас я объясню разницу. Во-первых, Христос, он изначально пришел, чтобы сделать свою религию, христианство. То есть он говорил, чтобы там… Тот, кто чтит сына, тот чтит и отца. Так же, да? То есть вот такие вот слова были, то есть это его именно религия, поэтому он был туда вписан, может быть, вы слышали, что христиане считают Христа Богом. Ну, не просто так они его считают, есть определенные там тексты и так далее, которые на это указывают, тем более, исходя из его слов. Вот. У Магомета была другая ситуация, он… У него не была такая задача, чтобы сделать религию и стать там единым с Богом, вот в такой вот степени. У него была вообще другая задача, у него была задача создать единобожие и сплотить племена, которые говорили на разных, как… Не на разных языках, а на разных диалектах и верили в разных богов, сплотить под именем одного Бога и сделать сильный народ, чтобы он мог развиваться и через него воплощались души. Вот, чтобы он мог развиваться, чтобы он мог строить города там, чтобы он мог делать свою цивилизацию. То есть, вот для этого было вообще… Да, вот сейчас Апчетарим говорит, что у него с духом Магомета и его там мамы и так далее… Не мамы, да, хорошо, дяди, сьёки, да, я понимаю. Был еще заранее договор в духовном мире, что он придет именно в это время. И да, и с мамой тоже, она же согласилась его воплощать. То есть, был договор в определенное время, чтобы он воплотился в определенном месте и прошел этот путь именно как контактер, как пророк, как тот, кто передает информацию. Но он ее не только передавал, он за нее еще воевал. То есть, это как физическое действие. А можно тогда еще вопрос в догонку? Если, как говорится, ислам был создан только для арабов, да, вот на тот момент, то имеет ли смысл сейчас перехода других наций, других религий в ислам по зову именно души и сердца? Например, если человек крещеный, он принадлежит христианскому эгрегору изначально, ему больше понравился логичный ислам. И как происходит переход его в плане наставников, в принадлежности к этому эгрегору, и не нарушает ли это его изначальных задач? Ну, это было на начало. Это было на начальнии. Это была задача ислама на начало его создания. Это уже было давно. Но сейчас эта религия уже создана. Она уже прошла этап формирования. Как известно, любая религия проходит этап формирования через секту. Вначале это была небольшая секта, среди многобожников, вы их называете. Среди язычников, вот язычники были традиционные укладки. Мусульманин была секта. Из небольшой секты понадобилось там несколько столетий, чтобы возникла какая-то религия уже определенная, довольно крупное образование. А сейчас уже из этой нормальной религии получилась там мировая религия. Раз получилась мировая религия, в чем характеризуется мировая религия? То она открыта для приходящих и открыта для выходящих. То есть на данный момент времени каждый человек сам решает, какой религии ему принадлежать. Он может к исламу присоединиться, к любой другой религии. И здесь решает он сам, как ты правильно заметила, по зову своего сердца. Если он сам так решит, не под давлением своих родственников, например, и не для того, чтобы покрасоваться перед другими, или не для того, чтобы быть, например, выполнить желание своего мужа или жены, а именно по зову своего сердца, только искреннее обращение, оно не то, что ценится, оно полностью включает в эгрегор. Точно так же мусульманина может вполне свободно принять любую веру, хоть христианство, хоть буддизм, хоть что угодно. Он тоже это вполне может быть. И Бог от него не отказывается, он ему просто проявляется через другой эгрегор по-другому. Ну, то есть это не нарушает изначальных задач человека, который не был арабом изначально, да, просто вот с другой нацией. Для арабов она была изначально, но как только эта религия вышла уже на уровень мирового, то она стала уже мировой религии. Сейчас, да, это вначале была ее задача спустить араб на данный период времени, эту задачу религия выполнила. И теперь у нее задача не только арабы, но и поддержание религиозного порядка вообще в мире, в том сегменте, где она находится. И так же очистение, как и у любой религии, у исламского, у любой светлой религии, так сказать, где верят в свет, в любовь, в добро. У исламской религии такая же задача, как и у всех остальных, например, через верующие при молитве, они же не просто им там заповеданы пять раз в день молиться, почему как бы пять, а не один. Но вот такое вот состояние постоянной молитвы, это считается хорошим, как полезным делом, во-первых, две земли, где вы живете, или это планеты, потому что ваши светлые мысли направляются в астральную атмосферу и очищают ее вот от этого негатива. Как значит очищает? Значит, как отодвигает в сторону, они как бы выдавливают этот негатив. Также любая религия, которая призывает к свету и к добру, и к любви друг к другу, она тоже выполняет те же функции, но на другом уровне языка и понимания. Это уже Абшитарим отвечал? Да. Абшитарим говорит, приветствую, да, я вот как один из хранителей, именно, который ислам, эгрегора, более-менее постоянных хранителей, потому что я еще воплощен, но в том я являюсь таким постоянным хранителем. И тоже может делать фантомы, да? Да, я могу делать фантомы. В теле можно делать фантомы, вне тела можно делать фантомы. А вот кому вопрос задать, тогда у меня важный вопрос, считается ли вот в исламе и в христианстве, вы уже сейчас упомянули, это, что по-разному считается, что Иисус Бог и Иисус не Бог. У нас в этом различия кардинальные, то есть если ты считаешься мусульманин, ты должен понимать, что Иисус не Бог. Как нам реагировать на эту информацию, что нам скажут на это Мухаммад и Абшатарин? На какую информацию? На то, что когда происходит видеоконференция с фантомом Иисуса, то он себя называет напрямую Богом. И как реагировать, так же реагировать, а как вы призваны реагировать на людей книги, когда вы читаете в Писании? Это что? Ну вот, есть такие люди книги, вот он говорит, в Евангелии. Люди книги – это Тора. Идет речь на самом деле о Евангелии, о Ветхом Завете, а вообще люди книги… нет, которые читают Евангелие, это тоже люди книги. Ну да. Писание, да. Писание, да. Да, вот в Евангелии тоже есть слова «Его, я и отец одно». Вы же как-то реагировали на слова «я и отец одно». есть мусульмане, которые сами читали эти книги и выработали реакцию. Самая гармоничная реакция будет это понимание того факта, что дух, ну как, сетворен, дух, рожденный Богом, все-таки, почему именно рожденный, потому что он такой же бессмертный, во-первых, как Бог. То есть он уже от него рожден. Раз он от него рожден, он по природе божественный. Почему? Потому что и он может называться Богом, но не в том смысле, как вот Аллах, большой Бог, а в том смысле, как божественной природы. Но в отличие от Бога Аллаха, он еще, можно сказать, развивается. Это очень похоже на отношения детей и родителей. Опять же, вы знаете, что христиане называют Отец Небесный и мало того, у них есть молитва Отче Наш, которую передал им сам Христос. Отец его называют, именно Бога, Аллаха. Христос отец, значит, он родил. Ну, вот, например, вы по природе, вот, например, ты по природе женщина, ты по природе человек. Свои дети являются тоже людьми, они не являются животными. По той же самой аналогии, дети Бога являются богами, но не животными. То есть в человеке есть божественная природа, а есть духовная природа, божественная природа, а есть природа телесная животная. Вот как раз животные сотворены плазмоидными цивилизациями, в них вложена душа тоже плазмоидными цивилизацией, а человек особое существо на земле и во вселенной. И именно так и стоит понимать, что когда человек своей душой сливается с Богом, он расширяется за пределы Вселенной, он так и говорит, я и отец одно. На самом деле это ощущали многие из мусульман тоже, я знаю таких людей, вот он мне сейчас говорит, которые это чувствовали и среди мусульман, когда они приходили в состояние полного как очищения. Спасибо. А Мухаммад так не ощущал себя, не говорил так? Он говорит, вначале ощущал, когда был еще молод, а потом, когда у него началась борьба, и вот этот гнев у него тоже начался, ему уже было очень трудно выйти в высокие состояния. Потому что все-таки борьба, война, постоянные нападения словесные и физические отнимают много энергии и понижают вибрации. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос в контексте этого, это вопрос от мусульманина, другого нам прислали вопросы. В Коране сказано насчет распятия Христа, ну, понятно, мы говорим о пророке Иса, в терминологии Корана, значит, там сказано, но они его не убили, и они его не распяли. Но, однако, это лишь им показалось. Прокомментируйте, пожалуйста, вот почему именно такая информация передавалась через Мухаммеда. Мы-то знаем, что все было на самом деле. Он сейчас может сам прокомментировать, что он писал. Это перевод. Какой-то перевод говорит. Как бы там была другая несколько конструкция. Я, вот сейчас Абшатарин говорит, я не зря советовал ведущим исламским ученым считать Кораном только арабский вариант. Я предлагал даже не считать Кораном, а перевод на другие языки. Он может очень сильно отмечаться. Оригиналом, но еще раз, пожалуйста, прочитайте, чтобы было понятно прокомментировать. Еще раз прочту сейчас тот, который есть у меня вариант, ну, естественно, он на русском языке. Значит, здесь звучит так. Вот то, что мне прислал мусульманин, задающий этот вопрос. Но они его не убили, и они его не распяли. Но, однако, это лишь им показалось. И они его не распяли. Вот и там вторая, зачем? И они его не убили, и они его не распяли. Вот этот вот союз. И в этом предложении он там вообще, я не знаю, что его не было, он там неуместен. И там было другое совсем предложение. Возможно, было бы точнее передать через запятую. А они не убили, не распяли. Это им показалось. Раз слово показалось, там стоит такое слово, которое видение нереального. Вот он мне сейчас сказал. Это видение нереальных вещей. Почему я это написала? Потому что мне было... Я знала воскресенье Христа. То, что его забрали на небо. Вот он сейчас говорит. Не убили, не распяли. И я имела в виду, что это было лишь видимостью. То, что он умер, это было лишь видимостью. В том плане, что его дух оставался жив. А потом соединился с телом и его оживили. Но я это выражался в том... Я так выразил свою мысль в том понимании, чтобы это было понятно для людей моего времени. Как это вдруг мертвый оказался живой. Поэтому им показалось, что они распяли и убили. А я это отрицал. Не убили и не распяли. Потому что у него даже постепенно у него даже раны затянули. Они у него были некоторое время. И то не такие, как просто дырки, а вот как просто следы. А сейчас у него... Кто видел Иисуса Христа физически, мне рассказывали. Вот сейчас Абшитарин тоже говорит. Он его, кстати, видел. К нему летал на бурхат. У него нет этих следов даже. То есть им показалось, что они его... Ну, очень, так вот сказать, на русский язык можно было передать. Им показалось, что они его убили и распяли, но это не так было. То есть у них ничего не получилось. Благодарим вас. Галин, пожалуйста, можно дальше. Ну, я могу вопрос задать. Могут ответить любой, да, кто захочет. Я не знаю, кому адресовать лучше. Есть ли в Коране еще не открытые нами знания, зашифрованная информация, до которой мы еще не доросли? Или мы изучили, познали полностью его? Любой... Нет, не полностью. Каждый читающий... Да, благодарим. Каждый читающий Коран в первую очередь читает содержимое своей души. И на самом деле Коран также не исчерпаем, как ваше душо. Прочитывая его вновь и вновь, будьте находить новые смыслы, говорящие о вас. И это вполне нормально, потому что при его написании туда вкладывался духовный опыт не только Магомета как личности, но и весь его совокупный духовный опыт прошлых его воплощений. Также мой духовный опыт и других его кураторов. Он был в контакте и с духовным миром. Он и контактировал с женами, с плавноидами, и тоже он с ними общал. Это тоже при мне даже было. И вот эта вот весь... Вся вот эта вот картина мира, она заложена в строках Корана. Но если вы не знаете арабского языка, то попробуйте лучше читать с подстроченным переводом, если это возможно. И бывает даже, что буквальный перевод, тем более на русский язык, на тот, который был не схож с языками семитских, да, семитской группы. Перевод на русский язык, если он будет буквальный по значениям всех слов, он даже может дальше состоять от оригинала, чем если бы перевести его образ в образ. Но для того, чтобы это переводить, нужно самому быть духовно просвещенным человеком в состоянии слияния с Богом в себе, вот как раз слышим я. То есть прежде, чем подобрать слова и перевести это так, чтобы этот перевод был хотя бы, ну, на 25% имел силу Коран, нужно уметь переложить. Это духовный смысл, а это невозможно без света, любви внутри, которая освещает каждую букву. Благодарю. Ещё такой вопрос. Обесценились ли на данный момент все религии в плане обрядов и фардов для землян и для инопланетян? Или важны только повышения вибраций? Обесценились ли религии в плане обрядов? Нужно... Я расскажу вам, что такое обряд и для чего он был нужен. Обряд в любой религии и это форма действия в материальном мире, которая была нужна для проявления своей веры, первое, и второе, для контакта с какими-либо сущностями. то есть материальные предметы могут усиливать этот контакт, например, уменьшать его в зависимости от целей обряда. Обряд может быть сложным, может быть простым, но его суть это всегда поклонение Богу или другие духовные чувства через материю, через предметы, через благовоние, через музыку и так далее. Через изображение некоторые делают тоже обряды с различными изображениями в некоторых религиях это принято. Ценно, насколько это обесценено? Я не могу сказать обесценено совсем, так как для духов, находящихся на определенной стадии развития и осознанности этот обряд необходим. То есть, как мы помним, каждой религии духи притягиваются по чистоте своих вибраций, которые зависят и от миропонимания в том числе. Для некоторых обряд необходим. Религии лишенные обряды входят для них пустой и ничего не значащий философии. Для которую не нужно выполнять жизнь пустой, значит, бессмысленно. Для некоторых других людей сейчас прошу. Обряд является формой вот такого вот некоторого служения, можно сказать, материи, а не Богу. Чему-то материальному. То и другое мнение, если оно категорично, оно неверно. И религия без обрядов это не пустая форма. И сам обряд, если он с искренней любовью и верой, это не поклонение материи. То есть, в любом случае главное условие для повышения вибраций в любой религии, в любой религии, универсальное условие, это, как я уже сказал, искренность в действии, а также искренность этих действий, а также память о том, что безусловная любовь Бога в виде энергии разнообразных материальных и духовных форм, она и так принадлежит к всем духам, потому что она в нас всех создала, она в нас всех родила и создала мир. Поэтому с помощью обряда вызывать ее именно общение с Богом или какое-либо особое воздействие, это лишь не усиление, но нужно помнить, что сам обряд это лишь форма, не сама цель. Если сам обряд становится целью, то малейшее изменение этого обряда, а со временем он неизбежно меняет, потому что умирают одни исполнители этого обряда, на их место приходят другие, с несколько иным видением того, какой это обряд должен быть, и если этот сам обряд считается заничит священным не инструментом, а сам считается именно священным, то есть целью религиозной жизни, я выполнил обряд, а внутри меняться не обязательно, я и так спасен, я и так спасен, это значит обряд стал уже целью, в этом случае, если обряд становится идолим, то любые изменения в этом идоле, в этом обряде, а они неизбежны в течение времени, я уже объяснил почему, они приводят к расколам внутри религии, то есть та часть, в которую верят старые обряды, она начинает нападать или наоборот агрессив, проявлять по отношению к тем, кто изменил его в самых каких-то частях, почему они начинают проявлять агрессив, потому что если обряд для нецвят, он занял место Бога, то они очень болезненно воспринимают любые изменения в этом обряде, но это не ведет к Богу, это не ведет к повышению вибрации, это не ведет к повышению любви, если инструмент достижения цели сделали самой цели то сама цель достигнута не будет, уже не останется энергии для ее дополнения, обряд хорош только при особенности того, что это средство, которое может быть изменчиво, то есть он священный, но он не святой такой как Бог, он наделен божественной энергией, но не настолько, чтобы нельзя было его изменить по каким-либо причинам, то есть вот такой вот я правильно благодарю за ответ, я правильно понимаю, что если не повышать вибрации свои духовные, не улучшать себя, у нас это называется работа с навсом, со своей душой, если не повышать это, то нет смысла ни ношения хиджаба, ни намаза, ничего остального смысла именно религиозного конечно, может быть есть смысл какой-либо культурологический или эстетический, может быть просто кому-то нравится эта одежда, но это уже не религиозный смысл, если нет внутренней работы над собой, то я сейчас скажу понятную аналогию для слушателей христиан, которых очень много в России, ваши например, если вы будете покупать ладанки, иконки, кресты, а также всю свою комнату будете увежливать иконами, но при этом будете подавать детям плохой пример, они посмотрят не на иконы, а на вас. И у них сформируется такое мнение, что эта святыня для вас ничего не значит. Значит, в последствии они так могут больше вероятность есть, что они так будут относиться к церкви вообще. Это как раз пример обрядов, потому что использование обрядов именно как такой святой силы. То есть иконы ими воспринимаются некоторыми людьми уже не как изображение просто Христа или святого человека для того, чтобы через изображение настроиться на общение через молитву. А уже воспринимается как некий талисман от злых сил. Причем этот талисман действует даже независимо от того, что все естественно, что при этом жизнь не меняется и пропонируется само понимание религий. Такое происходит действительно с неосознанными людьми, которые пытаются пользоваться некоторыми религиями в своих целях, что при этом они не стремятся менять себя, не готовы. Благодарю. У меня вот тогда вдогонку тоже насчет женщин конкретно вопрос. Считается, не знаю, насколько серьезно в других религиях, но в исламе считается, что женщине нельзя перед чужими мужчинами украшать себя, если ее они увидят каким-то образом, петь, танцевать. Вот насколько сейчас для современных мусульманок может быть актуален данный запрет? Я видел мусульманок, которые поют. Очень красиво. Это понятно, но запретно ли это для нас с точки зрения Аллаха шариата. Эти запреты имели место быть уже не при Магомеде, а несколько позже. То есть уже когда религия более-менее помнишь, я говорил, что она сформировалась из маленьких секций и стало сформироваться более крупное образование, некое религиозное течение. Сначала было маленьким, потом уже соответственно через несколько сотен лет уже окрепно эгрегор тоже усилился и стал постепенно выходить на уровень мировой религии. Так вот, за время формирования этой религии прошло много времени. Что это значит? Это значит, что те, кто формировал шариат и другие законоучительные положения нашей религии, нашей общей религии, естественной ислам, то они формировались при разных исторических реальностях, в разные исторические реальности. Вот этот запрет, который вы говорите для женщин, он был примерно может быть формирован к X веку по совершенно конкретной исторической причине. в той стране, было это написано, было много женщин, которые украшали свое тело, пели и танцевали при храмах различных богов. и те мусульманки, которые начинали подражать им, они начинали постепенно входить, ну можно сказать, в их эгрегор, в их компанию, и подвергались опасности, так сказать, вместе с этим пением, танцами и украшением предать свою веру. В период формирования эгрегора к предателям веры, то есть к тем, которые уходят из нее в другой эгрегор, относятся более ревностно, чем, например, через полторы тысячи лет, как сейчас. Это этап формирования любого религиозного эгрегора, и здесь есть свои законы диалектики своего развития, в том, что молодая религия, она не может стоять на позициях уже старых. Такого не бывает. То есть у всего есть законы своего развития. И еще было, что в одном городе, вот он показывает, как вот вот уже не оравишки по волосам, вообще-то где-то ближе к Средней Азии, тоже были женщины, которые красили особым образом лицо и были представителями той профессии, которая позволяла им прожить без мужа, отца или брата. Да, я поняла, какой профессий. И это запрещалось делать мусульманкам, чтобы они не подражали своим внешним видам и не вызывали как бы приставания других мужчин. Это могло опасность на них влиять. Такие были тоже перенимы. То есть даже на отношение плотка или киджаба мусульманам, а также христианкам было вполне обусловлено как раз условиями того времени. По улице носить плотки и закрывающие тело одежду было вот сейчас как раз показывают мужчины даже могут не только женщины. В условиях пыльной жаркой пустыни это была хорошая защита от солнца и наоборот это было милосердие к женщинам с открытой головой. И он мне показывает у мужчин тоже такие уборы головные. Казалось христиан, что они должны были мужчины снимать в храме головной убор, а женщины наоборот одевать. Это было как раз этикет того времени. Не только в храмах так были должны делать, но и во всех например домах при приемах важных гостей каких-либо там можно так сказать встречах с властными но было принято такое этикет что у женщины должны были волосы прикрыты в присутствии важной особой. Считалось, что взгляд на волосы женщины он отбирает ее женщина вот так считал и апостол Павел который записал это руководствовался этикетом в большей степени чем религиозными соображениями. Так как это попало уже в священное писание христиан естественно это стало считаться божьим словом в ходе того, что женщины которые это не исполняют стали в глазах другой массы верующих а то и священник как неугодный Бог. Это конечно совсем не так. Это лишь следствие канонизации этих религиозных текстов когда каждая строка каждое слово стали восприниматься как откровение Бога. Естественно это будет писание человека который с разными целями писать. И здесь важно различать что действительно важно именно для контакта с Богом для религиозной жизни и что имеет историческое и культурологическое различие что касается вашего вопроса Галины я не вижу препятствий сейчас в данный исторический период для того чтобы женщинам можно было проявлять себя как ты сказал естественно с соблюдением всех норм приличия и более того как сказала Ирина действительно есть женщины мусульманки которые остаются верующими украшают себя поют и танцуют и у них даже есть певицы которые исполняют и мусульманские песни и это никак не порицают то есть это уже выходит это уже не выходит это уже становится норм у вас вот вернее не у вас а у некоторой части мусульман станет вопрос а как же установление древних я хочу сказать что такой же вопрос вставал перед теми кто оказался среди многобожников перед теми мусульманами перед мугомедом перед его друзьями даже среди родственников мугомеда находились те кто говорил а вот сейчас говорит да я помню мне мой родственник мой близкий и друг родственника как племянник или дядя он мне говорил а как же установление наших предков если бы я не пошел против установления наших предков не было бы ислам я бы мог вполне я бы вполне мог отказаться от этого контакта и это не было мне и за это не было мне никакого наказания я бы мог сказать джабраилу что я не готов что я там боюсь но в любом случае я поступил так как мне велел бог даже нарушая заветы отцу то есть который мне говорит ты нарушаешь заветы отцу и на самом деле в любой религии рано или поздно происходит изменение абсолютно нормально в четвертом пятом веке очень много христианских авторов запрещали ходить в пиад именно из языческого происхождения играть в шахматы сейчас это все изменилось хотя эти каноны записаны их можно найти сейчас их никто не исполняет потому что время сейчас другое и все это прекрасно понимают благодарю а можно такой подобный вопрос насколько сейчас ценится скромность и нравственность женщины на других более развитых чем наша планета скромность и нравственность женщин и мужчин это следствие уверенности во-первых истинная скромность вот он мне говорит истинная скромность она невозможно безуверенности в себе истинная скромность не принижение себя а истинная скромность которая человек не имеет нужды в том чтобы возвышаться на других так может только уверенность в себе человек а уверенный а да нравственность это любовь принятие закона да принятие нравственного закона который находится в духовном сердце своим законом то есть это принятие законов о ну можно так сказать форме заповеди бога и это может сделать искренне только человек который понимает что бог дал эти заповеди за любви а так может понять человек который сам любит бога уверенным в себе и скромным а может быть только тот кто истинно любит себя поэтому тот кто скромный и нравственный это проявление одно из многих проявлений не только эти проявления одно из многих проявлений любви в себе и любви к ближним любви Поэтому в той или иной форме понятие духовных ценностей подается детям, вот сейчас Абшатарин говорит, подается детям в Межзвездном Союзе еще в школе. Благодарю. Тут Хамид просит передать привет. Привет, Хамид. Кому? Он пишет, Ирина, передай привет Абшатарину. Абшатарин, тебе привет от Хамида. Спасибо. Он говорит, я благодарю тебя от всего сердца, посылаю тебе свет в Бог. Мы Хамиду еще обязательно дадим возможность. У нас не последняя конференция по исламу, я в этом абсолютно уверен. Это тема абсолютно глобальная. Да, я уже вижу, что Абшатарину есть о чем поговорить. Да, мы еще все сделаем, еще будет участвовать, обязательно все отладим. И голосом я обещаю, Хамид, будете участвовать, все у нас еще впереди. Просто, наверное, это не случайная такая тоже ситуация. Наверное, сегодня нужно было дать высказаться женщине-мусульманке. Поэтому так получилось, а мы уже тут, мужчины, будем в сторонке скромно молчать, а потом мы снова возьмем, так сказать, штурвал в свои руки, но это будет дальше в следующих наших встречах. Но все-таки я хочу еще задать один вопрос, значит, от лица вот мусульмане-мужчины тоже у меня спрашивали здесь. Он такой, вот нам прислал человек, правда ли, что шахиды, люди, умершие на пути Аллаха, защищая Родину, или умершие за истину, попадают в рай? Да, вот сейчас и Магомед может ответить, и, соответственно говоря, он сам прошел этот путь. Я могу сказать, на какой уровень я прошел, когда умер. Но я умер не в битве, я не в битве умер, я умер в доме. Но, соответственно говоря, у меня было сознание шахида. В любом случае у меня было сознание шахида, потому что все мое сердце горело ревностью о Боге моем, Аллахе. Я был очень возмущен о той грязи, о Бога, о которой я слышал вокруг. Да, я хотел переделать этот мир. Так вот, после, ну, я был воином, я был шахидом, и я умер уже пожилым человеком, он мне не совсем старую показывает, ну, помимо, может, лет 55-60, может быть. Но я не вижу там особо седых волос, таким пожилым человеком. Он говорит, ну, да, вот у меня было, это уже сейчас два выплачет, так, ладно, лет 60. Я прекрасно помню уровень, на который я пришел, и этот уровень был 12. Учитывая все, что я делал, это еще совсем не так плохо. Я хочу сказать, что я воплотился в 19-м году, когда я в Магомедову воплотил. И благодарю моих наставников и кураторов, и лично Абшатарима, он как говорит, которые смогли мне до моей смерти все же вложить понимание, что нужно развивать любовь. Я простил многих своих врагов, на самом деле. Я послала им свет своей любви. Я даже пожалел о многих убийствах, например, когда я лично отрубал голову там некоторым... Людям, которые лично... Да, которые я защищала, но когда они уже были обезврежены, связаны, я их как казнил, он сейчас говорит. Хорошо, что с момента, когда я стал неспособна к битве, и до момента, когда я вышла из тела, из воплощения, хорошо, что у меня было время и возможности, желание осознать, простить, понять, растворить. Многие, как вы говорите, негативные блоки, вот сейчас я в сознании контактера читаю, если я так это не называл. И если Шахид умер в битве, все зависит от того, что было в его душе. Если в его душе было желание защитить, как вы сказали, если в его желании не было ненависти к тем, от кого он защищает, а было желание защитить слабых, защитить там свою родину, детей и мать. И в то же время было понимание, что эти враги напали по каким-то там своим причинам. И необходимые эти, то есть вот убивать их совершенно не хочется, но выхода нет. Это примерно, вот сейчас Абшитарим подсказывает, примерно состояние оружия на поле битвы. Я все прекрасно понимаю, да, я Гиту хорошо знаю. Когда я готов сложить оружие, уйти из поля боя, но мне говорит Бог, что если ты уйдешь, будет еще хуже. И тогда вынужденная вот эта вот мера, она оправдывает действительно уже выход из воплощения без ненависти, без злости, вот именно как вот необходимый. В этом случае воин уходит на довольно высокий уровень, особенно если его самого убили в бою. То есть это говорит о том, что если его убили в бою, если он пожертвовал своей жизнью, а не сбежал, например, туда. Бывает такое, что он сбежал, сам убивал, а когда опасный момент, он там сбежал или еще что-то, то здесь уже в него включается страх. А если он это делал до конца и вот в этом вот погибает, вот в этом вот моменте битвы за, не просто за справедливость, а именно вот за защиту, тогда он довольно высоко может попасть в ангельские миры, в рай, как вы говорите. Если у него была ненависть, если у него была злость, если у него была злость, тем более даже есть такие воины, которые не к воинам проявляют злость, а, например, там к тем жителям, которые, можно так сказать, это вы сейчас называете, к жителям того народа, который непосредственно не воюет. То есть такое бывает, что любой представитель народа, которым человек воюет, вызывает уже ненависть, желание уничтожить, потому что приходит понимание, если я сейчас эту женщину не убью, она через 5 лет может родить ребенка, который через 20 лет станет новым воином. Это понимание приходит в момент войны, и этот воин может убить как партизан с десяток там уже из нашего народа. Тем более, когда это и есть незахватническая война, и довольно быстро приходит понимание, что если ты не убьешь 5-летнего ребенка, мальчика тем более, через 10 лет это же полноценный партизан, который может тебе нож лотнуть, он будет ненавидеть захватчика. И это все очень хорошо понимаешь, когда ты проходишь 7 лет. Вот если эти действия были совершены, тогда да, действительно можно очень на низкий уровень уйти, на демонический. То есть на демонический не из-за самих убийств, убийство это след, а вот именно из-за тех эмоций и чувств, которые привели к этим убийствам. И не были растворены любовью, упрощением, добрыми делами. Вот человек погиб, боюсь, с ними, ничего не успел сделать. Дух его может попасть на демонический уровень. Я понял, благодарю тебя. И у меня еще быстрый вопрос один, тоже от человека, от мусульманина. Все суры начинаются в письмеляхе Рахмани Рахим, во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Кроме 9-й, покаяние. Почему именно так? Мохаммед, почему именно так? Ну он говорит, нет в этом какого-то особого смысла, просто он когда начал писать, во-первых, он не так записал Коран, чтобы были вот такие современные суры. Там вот другими, может быть, частями, отрывками было записывали, а уже как их разделили и написали, это уже было позднее. Иногда я записывал просто, как он сейчас говорит, просто мысли. И вот, говорит, там некоторые говорят, я не умел писать. Нет, он на самом деле умел писать, у него, ну, он там с детства не учился, но у него были неродственники, как вот учителя, сейчас расскажу. Как вот, да, не родственники, не учителя, вот как его знакомые, такие хорошие, как друзья, которые были старше его, которые грамотные были. И они его научили писать, они были как из богатой семьи, и они, пожалев его, то, что он сирота, они его научили писать. Он, говорит, рано потерял очень маму, отца вообще никогда не видел. Да, в семь лет он там последний раз видел маму, и она на его руках практически умерла от тяжелой болезни. Если быть конкретнее, от валерии, от родной эспорт. Ну, то есть, сгорела от температуры. Шок у нее был, она там бредила, тоже видела, ну, так, бредила, по-вашему, как видела ангела. И он это все видел, именно вот в семилетнем возрасте, он показывает ребенку, у которого волосы вот так вот волнистые, ниже ушей, вот так вот на плечи, вот такие черные, спускаются. И он ее поддерживает на такие подробности. Ну, у них, ну, не очень хорошо ей, короче, а он ей помогает и сам плачет, но в то же время ухаживает за ним. Вот. Поэтому вот этот ребенок, который столько пережил, он... Его как... Проявили к нему жалость, и вместе со своими детьми обучали его грамоте, там, какие-то вот... Не то что соседские, они как жили в другом месте города, но там недалеко было... До них дойти, как вот друзья его. Друзья его семьи, да. Но смысла особого, значит, нет, да, вот именно в том, что в девятой суре нет вот этого вступления. То есть это, ну, по сути, мы говорим тогда о случайности какой-то. Ну, случайного ничего не бывает, просто вот сейчас Абшитарим говорит, раз нет там этой суры, значит, перед сурой покаяния весь смысл вот этих слов про Аллаха и пророка его, он заложен в самой суре, нужно его там найти. Я все понял, спасибо большое. Галин, пожалуйста, можно еще задавать, мы сейчас, конечно, уже время, но давайте... Можно еще задать? Пожалуйста. У меня еще два основных таких вопроса для меня важных. Первый вопрос, как сейчас, на данный момент, зная информацию, данную нам от инопланетян, да, и вообще через Ирину очень много новой информации, как нам на данный момент обучать детей, что такое, к примеру, там, ад и рай? Как доносить? Детей именно. Да, хорошо, Абшитарим говорит, детям это можно очень просто объяснить, например, цвета и огня. Например, попросить посмотреть на солнышко, и они зажмурятся. И спросить их, а почему, и спросить ребенка, а почему ты жмуришь? Он ответит, потому что больно глазам. А потом дать ему определенные, да, отчитать, через которые он сможет свободно смотреть на сон. И спросить, а теперь ты можешь на него смотреть, нравится ли оно тебе? Он скажет, да, оно очень красивое, то есть это такой сияющий шаг. И можно так сказать, что почему одних людей обжигает любовь Бога, а не в аду. А других она восхищает, радует, а не в раю. Потому что, вместо очков физических, в сердце должна накопиться энергия любви. Она делает этот свет Бога не только безопасным, но и приносящим шаг. Примерно вот так нужно объяснить на языке понятий, примерно ребенка дошкольного возраста. Ну, благодарю. То есть не нужно детей пугать, потому что написано у нас и в сонне, и в Коране, как именно описание ада, да, то есть и такого нет? Или это просто абстрактное какое-то описание, неконкретное? В аду на демонических уровнях образы могут быть разные. Там оказываются духи, которые находились в момент смерти на низких вибрациях. Я сейчас перечислю. Злоба, страх, зависть, ненависть, ревность, обида. То есть некоторые такие негативные эмоции, и если их количество, будем так говорить, превзошло количество положительных энергий, он как бы падает ниже, как бы тон. И от этого, от того, что он находится сам в состоянии злобы, обиды, страхов и так далее, у него наблюдается дефицит его внутреннего света, он его не осознал. Он его при жизни не осознал. Но так как он соединяется с своим духом, в аду тоже демон он соединился в любом случае с духом, который был ранее его высшим Я, и станет уже цельным существом, и он поймет, осознает, для чего он приходил, и что он не выполнил свою задачу, раз он попал на демонический уровень, он понизил свою вибрацию. В большинстве случаев. И там у него двойное возникает чувство, и, к сожалению, по той жизни, по тем поступкам, которые он сделал, что они понизили его вибрации и заставили страдать, и в то же время у него чувство справедливости того, что он сделал, и в несправедливости этих страданий. Демоническое сознание, оно готово сделать виновным в своих страданиях кого угодно, но не себя, потому что, чтобы сделать себя, он должен внутрь себя смотреть, а ему больно внутрь себя смотреть. Он не хочет там видеть этих блоки, этих маленьких демонов, которые сделали его вот этим большим демоном. И вот в этом состоянии, он когда находит, он находит определенную пространство духовного мира на своем уровне, любой дух в духовном мире, он может творить опыт. Если он будет чувствовать, это еще смотря какой уровень, если это совсем низкий, там первый, второй, он будет действительно чувствовать, сжением это можно довольно приблизительно назвать, это скорее внутреннее жжение, нетерпеливость, такое жжение, такое ощущение, что ты не можешь продолжать существование, но ты не можешь его и прекратить. И в этом случае какие будут образы? Те, которые были близки ему к жизни. То есть он там может, например, подумать, что он находится в каком-то помещении, он может придумать, что там огонь горит, или еще что-либо, там углина река, течет. Он может придумать наоборот, что он подумать, придумать, создать образ, что он там наоборот, на каком-то там холоде находит, что он там один в ледяной пустыне. Он это и увидит, эти образы он и увидит. И он увидит образы других, которые находятся на этом же уровне. То есть они как бы для него, вот эти образы, они будут для них миром. Будут они в них верить абсолютно. Будут они их усиливать и так далее. И это все будет происходить до тех пор, пока он в себе не решит, что нет, я больше так не могу. Я хочу идти на следующее воплощение. Но есть демоны, которые понимают, что ангелы-консультанты им сейчас придумают, им сейчас подберут воплощение, которое их не устроит, чтобы это все негатив поочистить их. И понимая это, но желая все-таки войти в тело, чтобы получать какие-то наслаждения, к которым они привыкли, они выходят в астрал, они имеют доступ к астралу, естественно. И уже через астрал в материальном мире ищут воплощенного духа, который по вибрациям совпадет с ним, со слабой волей, к которому они могут подавить эту волю и войти через его тело, чувствовать наслаждение этого тела. То есть такое возможно. Это, конечно, допускается самим человеком по его мыслям, вибрациям, чувствам. Но если такое произошло, такой подобный контакт в форме одержимости, он ограничивает развитие и воплощенного духа, и он не дает невоплощенному духу воплотиться и пройти в свой опыт, он и его развитие ограничивает. То есть там уже плохо всем. На самом деле. Благодарю. Получается, для каждого и свой ад, и свой рай получается так, да? Ну, в чем-то свой, а в чем-то общий, потому что они все равно видят друг друга и образы друг друга, которые на одном уровне. Благодарю. Можно последний вопрос у меня сейчас, на данный момент, важный тоже для тех, с кем я общаюсь. Важно знать, что именно может вывести человека из ислама. Из эгрегора? Ну да, и из эгрегора, и вообще веры. Веры в кого? Бога. Вообще из веры в Бога. Из веры в Бога в эгрегоре, в этом эгрегоре. Ну, естественно, не веря в идеи этого эгрегора. То есть эгрегор образован определенными идеями, чувствами и мыслями на эту тему. Если человек уже начинает верить во что-то другое и перестает верить в идеи ислама, то, естественно, на сколько-то там процентов, на сколько он там поверил, он уже выходит. Бывают случаи, люди с очень таким гибким, широким мышлением могут в эгрегорах сразу находиться одновременно. Но для этого, то есть они могут признавать и ислам, и буддизм, и христианство, и быть искренним последствием вообще всех эгрегоров. Такое бывает. И ни из одного из них не выходить. Ты скажешь, как это возможно? Это возможно благодаря тому, что они в любой религии, в любой книге, в любой проповеди видят как раз одни и те же идеи, просто выражены разным языком. И для них за всеми религиями стоит один и тот же Бог. Получается ли тогда вывод, что сами религии совершенно не нужны, а главное быть человеком высоковибрационным? Это не нужны для кого? Опять, это зависит от уровня осознанности, от уровня духовного развития и от задач воплощения. Для кого-то не нужны религии, для кого-то вообще другой. Для кого-то они необходимы. Мерить всех по одному шаблону, как привыкли земляне, здесь не получится. Здесь все люди разнообразны. Протяни руку и посмотрите на тебя даже. Я помню, как мне однократно говорил Мирахкаунт, мой хороший друг, который Архангель Гавриил, кстати, он тоже говорил, что если протянуть руку, все пальцы разные. И я очень люблю этот пример. А вы хотите, чтобы люди были одинаковые. Раз верили в религию, то все. Раз она не нужна одному или десяти, значит, так всем не нужны. так не бывает. Здесь подход должен быть еще тоньше, чем к пальцам, потому что все-таки люди это разумные духи, воплощенные в материальную теле. И у каждого твоя индивидуальная вселенная. Кому-то это нужно для развития, кому-то кто-то уже прошел этот этап, или наоборот не подошел к нему. Мы благодарим. Мы благодарим. Ну, у меня уже теперь... Я тоже благодарю. У меня уже... У меня все-таки еще был мой последний вопрос. Можно еще один? Ясно. Последний вопрос такой. Но опять, это не мой вопрос, а вопрос снова нашего, так сказать, человека, который передал вопросы, мусульманина. Ну, он, наверное, сегодня, да, уже будет у нас завершающим. Все-таки, вот вопрос такой. Что неправильно делают мусульмане, в чем они неправы? Какие мусульмане? Очень общий вопрос. Да, очень общий. Ну, пусть ответят наши уважаемые гости так, как считают нужным. Покситарин, в чем неправы мусульмане? Я не могу говорить о неправоте какой-то религии. Всегда вопрос правоты или неправоты рассматривается с точки зрения любви. На весах Бога, которым взвешивает сердца, на одной чашке весов, я скажу, очень, образно, понятно для вас языком, стоит Бог. Он отец и мать одновременно. И в нем, у него есть весы. На одной чашке весов лежит перо из крыла ангела любви. Есть такой ангел любви, который дает жизнь ему. И на другую чашку кладут сердце. Если они будут весить одинаково, значит, этот человек пойдет в раме. Он будет наслаждаться. и он будет наслаждаться своей любовью и уже не только своей, но и любовью того Бога, которому он служил бескорыстно своей любовью к жизни. Тот человек, который творит добро, он переезжает к себе, послужит Богу. Ты же согласишься, Владимир, с тем, что добро это всегда само пожертвование. Да, конечно, в какой-то степени это обязательно само пожертвование. Это, во всяком случае, это принесение своего эгоизма жертву. Вот что это. Бывает не просто эгоизм, а каких-то материальных, еще каких-либо ресурсов, так скажем. И это тоже жертва. Например, даже ты, Владимир, вместо того, чтобы потратить время на свое развитие и на любовь, например, к своей жене, к своим родственникам, ты это время тратишь просто на развитие проекта Межзвездного Союза, на Ирину, на Кассиопию. И твой вклад на самом деле оценит только Бог. И тебе для этого нужно было самое пожертвование. Ты ведь вкладывала материальные ресурсы свои. На самом деле Бог видит каждую твою эмоцию, и каждую твою слезу на подушке, которая даже сам не замечает. И это все будет потом нависаться. Все повокупно. И неверный путь может быть только в рамках обсуждения любви к себе, к ближнему, к Богу. Истинная любовь всегда дает свободу. Истинная любовь всегда дает бескорыстную помощь. Истинная любовь никогда не ждет исправления исправления от любимого. она есть, она не может не быть, потому что истинная любовь вечер. неверность пути мусульман, христиан, буддистов, эзотериков, атеистов, кого угодно лежит только в отсутствии этой любви, пренебрежении этой любовью и неуважении и к этой любви в других. Все остальные какие-то моменты невыполнения обрядов, разделения религии, это лишь следствие. Это лишь следствие потери любви. Потеря любви всегда рождает в вас страх, что Бог вас оставил. А страх, что Бог вас оставил, порождает уже обрядовость. Но через обрядовость от страха можно дойти к любви, а можно уйти еще дальше в страх. Это уже зависит от той работы внутренней, которую вы будете проводить до и после обряда. успеха любой религиозной жизни. На 90% случаев зависит от успеха вашей религиозной жизни в любой религии. На 90% случаев зависит от ваших отношений с близкими. И только на 10% от чтения, молитв, совершения обрядов и чтения священности. Я от своей души благодарю за этот развернутый ответ. Хочу признаться, мне проще заниматься проектом Кассиопея и меньше приносить ему жертву, потому что жены у меня нет, и поэтому можно уделять больше времени. Он говорит, могла бы быть. То дело в этом, надо все бросить. Я понял, идею понял. Ладно, это все шутки. Уважаемые наши гости и все присутствующие здесь в Zoom и Галина и Хамид. Хамид, мы еще пообщаемся. И, конечно же, наша дорогая Ирина, я благодарю вас за эту конференцию и хочу поблагодарить наших гостей, которые у нас были на тонком плане, за Мухаммед и Джабраил, за великолепную, очень важную информацию, за развернутые ответы, за те прекрасные бесценные знания, которые сегодня были переданы нам. Я благодарю и вас тоже благодарю за интересные вопросы и очень внимательное не просто слушание, а сосредоточенное изучение, так сказать, каждого слова. Я это вижу у всех и сама тоже получаю информацию. На самом деле многого я многому научила от этой конференции. благодарю вас, друзья. Спасибо. Спасибо. . .